МЕЛОДИЯ Поклонники советского кино наверняка помнят имя композитора, написавшего мелодию к популярной песне из фильма «Мимино». Это Гия Александрович Кончелли. Признанный классик, создавший немало серьезных произведений для симфонического оркестра. Однако первую славу Гии Кончелли принесла незамысловатая песенка из комедии Георгия Данелли. Гей Кончелли входил в десятку лучших симфонистов мира. Он так обижался, когда, куда бы он ни приходил, говорили «А, Чита Грита!». И он говорил «Можно подумать, что я ничего, кроме этой Чита Гриты, не написал!». А все его так и воспринимали, как Чита Грита, потому что это звучало из каждой подворотни, в каждом ресторане, везде и всюду. «Чита Гриту, Чита Маргаритода» «Чита Гриту, Чита Маргаритода» «Я, говорит, не могу, если бы я знал, я бы не написал эту музыку, потому что меня знают только по этой вот мелании. Это тот же вариант, когда «Ну, Заяц, погоди!». Свою известность в кругу киноманов Гия Кончелли воспринимал с иронией. Он никогда не мечтал о популярности, однако, попав в кино еще на заре своей композиторской карьеры, остался здесь навсегда. А на вопрос «Почему?» отвечал просто «Это очень интересно». Композитор – это автор фильма, поэтому изначально понятно, что его значение для картины чрезвычайно важно. Потому что то, что делает композитор, он создает образный строй фильма, но уже своими средствами. То есть он фактически соавтор режиссера. Бывает такое в киномузыке, когда настолько органично вплетена вот эта музыка, саундтреки в картину, что они, это просто нерастельно существует. Ну, это нерастельно. И мне кажется, что Кончелли как раз вот этого добился. Мама, мама, что я буду делать? Класс. Чего? Класс, говорю. Народу нравятся. Какие только эпитеты не придумывали для маэстро Кончелли кинокритики и музыковеды. Рыцарь классической музыки, фиринивский композитор. На его концертах собирались полные залы слушателей. Но и про музыку для кино Гия Александрович никогда не забывал. И тратил на нее не меньше сил и таланта, чем на свои прославленные симфонии. Ну, вот гению, понимаете, слушаешь, и буквально вот эти несколько минут, и ты сразу вот понимаешь, эта музыка, она тебя настраивает. Она такая, которая должна быть в этом фильме. И был, конечно, самородок. И вот ведь назвать его фольклористом нельзя, нельзя. Но какая вот эта музыкальная структура, его композиторская, она насыщена вот этой культурой грузинского пения. Зачем геолог Гия Кончелек уступил в Тбилисскую консерваторию? Почему творческий дуэт композитора и режиссера Георгия Данелли складывался с большим трудом? Какую роль в жизни Гии Александровича сыграла песня с фильмами «Мино»? И как один из лучших композиторов-симфонистов в мире создавал музыку для кино? Композитор Гия Кончелек родился в Грузии. Его отец был врачом. Во время войны руководил госпиталем. Как и многие дети из интеллигентных семей, Гия окончил музыкальную школу. Потом он захотел пойти в музыкальное училище, но не поступил туда, его не взяли. По каким-то предметам, видимо, было недостаточно знаний. И тогда он решил поступить на геологический факультет в Тбилисский университет, что с успехом и сделал. Однако геологом Гия Кончелек не стал. В конце 50-х годов он поступил в Тбилисскую консерваторию на композиторский факультет. Увлечение музыкой Кончелек решил сделать своей профессией. Образование, которое он получил в Тбилисской консерватории, оно было очень слабым. Ему много чего не хватало, ему приходилось заниматься много самообразованием. Благодаря этому он выработал свой собственный стиль в композиции. Все это он сам восполнял. Он слушал километрами музыку современных авангардных композиторов. Он был влюблен в джаз. Ну, назвать его там джазменом каким-то нет, конечно же, нельзя, нет. Он симфонист. Работая над своими симфоническими произведениями, Гея Кончелек вообще не думал про кинематограф. Пока друзья с киностудией Грузии фильм не пригласили его в первую картину. За ней последовала вторая, а потом еще одна. Так незаметно для себя Гея Александрович стал кинокомпозитором. Например, фильм Эльдара Шингелая «Необыкновенная выставка с музыкой Кончелли» был отмечен многими критиками. Кончелли – это симфонист прежде всего. Все остальное, что он делает, это, так сказать, побочные продукты производства. Он не кинокомпозитор, нет. Он просто работает в кино и пишет музыку для своих друзей, для коллег, которым он очень доверяет и очень любит их. Кончелли, как кинокомпозитор, он всегда отличался некоторой скромностью. Может быть, потому что для него кино все-таки всегда было на втором плане. Основная работа – это академическая музыка, симфонии. Кстати говоря, много он работал для театра и гораздо больше театру уделял внимания, чем кино. Поэтому в кино он не стремился как-то себя на первый план вывести. Поэтому очень часто его музыка, она так вплетается органично, скромно и как бы фоново. Гия Александрович никогда не мечтал о славе, тем более в кино. Эта работа привлекала его возможностью проверить себя, свои композиторские силы. После фильма «Ни Горюй», снятого в 1969 году, фамилию Кончелли знали уже по всему Советскому Союзу. Эту вольную экранизацию французского романа «Мой дядя Бенджамен» снял Георгий Данелли. Действие литературного произведения режиссер перенес в Грузию конца XIX века. Композитор Андрей Петров, с которым Данелли до этого уже работал, предложил ему позвать Гею Кончелли. Это, кстати говоря, было очень правильное решение. Он, конечно, справедливо отказался от того, чтобы делать картину на грузинском материале, это надо было чувствовать, и поэтому музыка здесь, конечно, в очень важную роль сыграла. Творческий союз Георгия Данелли и Гии Кончелли складывался непросто. Не имея музыкального образования, но обладая феноменальным чутьем, режиссер старался объяснить композитору, какую музыку он хотел бы услышать в своей картине. У него был идеальный слух, идеальный, хотя он никогда не учился в музыкальных школах. Он всегда знал, что он хочет. И обязательно он ставил какую-нибудь классику. И давал Кончелли послушать классику обязательно. И Кончелли говорил, и что, это Бетховен, и что я с этим должен делать? А он, а ты пойми, что я хочу из этого, понятно? Вот так они работают. Поняв, наконец, чего от него добивается Георгий Данелли, Гии Кончелли сделал первые музыкальные наброски и решил показать их режиссеру. Вот, нет, это совсем не то. Иди делай еще раз. И так 18 раз он писал. И тогда Кончелли Георгий Александрович сказал, что я с вами работать не буду. Видимо, вы не можете со мной работать, я вам не горжусь просто-напросто. Он сказал, не, ну почему вы мне очень годитесь? Он вообще всегда заставлял его писать, 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 экспериментировать, экспериментировать. После второго или третьего варианта, как-то работали над картиной Негорёй, дело было в Тбилиси, Гея, который Кончелли пришел, Гея, который Данелли, и сказал, наверное, я вам не подхожу, наверное, я напишу вам плохую музыку. После чего Данелли попросил его исполнить самый первый вариант, который уже к тому времени прозвучал, музыка хорошая. Тот вроде как вздохнул, Кончелли, но Данелли опять сказал, надо поискать ещё. Эта просьба «поискать ещё» очень раздражала композитора. Однако Гея Александрович учился работать в кино. Он прекрасно понимал, что Георгий Данелли – большой талант, а значит, с ним нужно идти на компромиссы. Кинофильм – это же симбиоз всего, и драматического таланта, и прекрасного сценария, и режиссёрской работы, и вообще эту работу огромного количества людей. Он вписывался в это, он понимал все требования. Там просто одна группа крови. Вот они такие вот требовательные мастера, вот высококлассные мастера. Вот у Данелли любой его фильм, ты видишь, ты не видишь швов этих склеек, ты не видишь вот этого вот наигранного ничего. У него каждый актёр, он проживает у него жизнь в этом фильме. Это поразительное мастерство, просто поразительное. Вот они оба такие вот мастера, скрупулёзные мастера. И, видимо, это их тоже родни. Знаете, вот когда одинаковые заряды, вот они вот искрят и отталкиваются. И вместе с тем они не могли друг без друга. Он только в запале говорил, всё, как грузин, всё, я больше не работаю, всё, я здесь не нужен, я тебе не нужен, ты всё можешь сам, всё можешь сам. Когда музыка к фильму «Не горюй» была готова, и пришло время записывать её с оркестром, композитор и режиссёр опять скрестили шпаги. Зал небольшой, маленькое такое окошко, подошёл Данелли, так смотрит, подзывает качели. А что это, говорит, за люди вон там, у тебя стоят? Это, говорит, флейтисты, а что они тут делают? Он говорит, ну они пришли записывать музыку. Попроси их, пусть они сложат инструменты и пойдут домой. Качели чуть не выпал в осаду, как это, пойдут домой? У меня в партитуре написаны они. Это неважно, говорит, я не люблю флейты. Музыканты, присутствовавшие в студии, со смехом вспоминали, как Гия Александрович собрал ноты, посоветовал режиссёру самому работать с оркестром и удалился. Его быстро вернули, и замечательная музыка к фильму «Не горюй» была записана. А Гия Кончелли и Георгий Данелли остались друзьями на всю жизнь. Дальше уже был момент их более таких личных каких-то взаимоотношений, когда они уже и на «ты» перешли, и можно было чего-то признать, от чего-то отказаться. Но, тем не менее, вот так сложилась их уже совместная творческая жизнь. Они очень дружили, и он его вообще, говорю, считал своим учителем. Я прямо обалдела, когда он сказал, что Георгий Николаевич – это мой учитель, и я ему благодарен буду всю жизнь. Смотрите далее. Какое блюдо Гия Кончелли просил ему приготовить, появляясь на пороге дома Георгия Данелли? Что за случай, произошедший с Гией Александровичем, запомнился актёру Владимиру Конкину на всю жизнь? И почему музыку Кончелли называли «фелиниевской»? Читто-гритто, читто-маргаритто, да. Читто-гритто, читто-маргаритто, что такое читто-гритто? Птычка, птычка, невеличка. В общем, ничего. С Георгием Данелли Гия Кончелли создал несколько картин. Самая известная из них – «Мимино». Песня из этой комедии стала всенародно любимым шлягером. На такой успех композитор явно не рассчитывал. Потом он даже много по этому поводу сетовал, ругался даже на самом деле, потому что его задевало, что ассоциируют его, композитора, на самом деле, со всемирным признанием, да, ассоциируют его больше всего именно с этой песней. Хотя на самом деле песня-то меланхоличная. И, ну, содержание у нее незамысловатое, да, читто-гуритто – это, по сути, птичка-невеличка, как бы, да. Это немножко, как бы, ирония над главным героем, который Мимино, он сокол, вот, а песня при этом про птичку-невеличку, да. Но песня такая очень лиричная, очень трогательная. Если бы Шостаковичу говорили, что он написал «Чижик-пыжик», где-то был в то время, как он написал, допустим, и «Пятую симфонию», и «Седьмую симфонию», и масса концертов, и даже вальсов, которые покорили весь мир, то я бы говорил, нет, вот «Чижик-пыжик». Вот примерно для Кончелли, который композитор очень серьезного европейского уровня, очень серьезных произведений, которые звучали в лучших концертных залах Европы, популярность этой песни стала в некотором смысле таким внутренним издевательством. Очень уязвляло то, что вот эта песенка, простейшая песенка про птичку-невеличку, перешибала все его огромное и очень глубокое творчество. Эту простую песенку Гия Александрович не мог слышать и обижался, как ребенок, когда кто-то о ней напоминал. Верный друг Данелия его успокаивал. Терпи, народ полюбил тебя, что ты хочешь, полюбил тебя народ. Он, конечно, прекрасный аранжировщик был. И всегда он любил повторять слова Глинки, Михаил Глинки, что сочиняет народ, а мы только аранжируем. И даже шутил, что песня из кинофильма «Мимино», ее сочинил Георгий Николаевич, а я только аранжировал. Фильм «Мимино» еще больше сдружил этих талантливых людей. Георгий Данелий жил в Москве. Геи кончали сначала в Грузии, затем в Европе. Но это не мешало им видеться. Появляясь на пороге дома московского приятеля, композитор тут же просил приготовить ему манную кашу. Он приезжал и говорил, так, мне манную кашу. И вот наша дама по хозяйству ему готовила манную кашу. Нет, Галя, не ты, пусть вот Галина Ивановна сделает мне манную кашу. Такую, настоящую, как в детстве. Еще у него была особенность, он пил только газированную воду. И если не было газированной воды, он очень обижался. Он говорил, так, Галя, отправь кому-нибудь в магазин, пусть купит мне газированную воду. Пойди, чтобы дома не было этой воды. Это была обида ужасная, значит, его не ждали. Манная каша, чай из подстаканника и газированная вода. О, какой гость был. Георгий Данелли был любимым, но далеко не единственным режиссером, с которым Геи Кончелли удалось поработать в кино. В 1978 году судьба свела его с Георгием Калатазишвили. Режиссер снимал фильм «Кавказская повесть» по произведению Льва Толстого. Что такое случилось? Куда вы? А брейки недалече засели. Ловить едем, да народу мало. Ванюша, седлай коня. Главную роль Дмитрия Оленина играл Владимир Конкин, всеми любимый Пашка Корчагин из кинокартины «Как закалялась сталь». И у меня всегда была мечта переломить восприятие Буденовки. Понимаете? И ведь у меня были пробы, и кинопробы и на мусфильме, и на линфильме, по классике и так далее, но не утверждали, понимаете? Потому что, наверное, шлейф Корчагина как-то весьма давил. Георгий Калатазишвили поверил, что Владимир Конкин сможет сыграть классического героя. И не ошибся. Роль Дмитрия Оленина очень подходила артисту. И вот эта вот наполненность внутреннего мира Оленина, она мне очень импонировала. Уж не знаю, получилось ли все, что там должно было бы получиться, но все-таки чего-то, наверное, получилось. И во многом благодаря, конечно же, замечательной музыкальной партитуре Георгия Александровича Кончелли. Все вздор и почести, и звания. Чистые белые громады гора окружают меня. И совершенно новые чувства, чувство свободы от всего прошлого охватывает душу. С Геей Кончелли Владимир Конкин познакомился на съемках в Северной Осетии. Композитор часто приходил на площадку, внимательно смотрел, как работает актер, и думал о чем-то своем. Ему нужно было меня увидеть, как я двигаюсь, как я говорю, как не говорю, как я смотрюсь на фоне этих гор замечательных Казбеги. Однажды после сложного съемочного дня для артистов накрыли большой кавказский стол. Владимир Конкин и Гея Кончелли оказались рядом. Вдруг в руках у одного из гостей композитор заметил дудочку. У него была такая дудочка, пожалуй, что из камыша или там из бамбука, не знаю, не помню сейчас точно, свирелька такая. И Гея взял эту свирельку, и он так сыграл вот эту тему моего героя о Ленина, когда вот начало фильма, он идет, раздумывает, а что такое жизнь, а вот это, вот это. И вот это такая прозрачная, горная пастераль возникает, когда эта мелодия... Это было при мне вот эта импровизация его, которая практически потом, конечно же, на студии Грузии фильм, оркестром там записывалась. Но вот намек на эту тему о Ленина, вот этого одиночества, это вот был в моем присутствии. Я никогда не забуду этот эпизод, он в моей жизни наиболее красками такими обладает. Потому что взять эту дудочку, и вдруг весь стол замер, вот такой композитор гениальный. Как позднее писала пресса, кинокартина «Кавказская повесть» состоялась во многом благодаря музыке Геи Кончелли. Она несла с экрана какой-то важный, скрытый, истинно толстовский смысл. Эта музыка его обладает удивительным волшебством. Вот как эта дудочка, вот полетел звук, и вот он тебя обволакивает, обволакивает, потом тебе в сердце заходит, и ты уже не можешь эту музыку забыть. Ну, спасибо. Прощай, дядя. Я теперь в крепости жить буду. Даст Бог, увидимся. Так разве прощаются? Дурак. Дурак. Волшебной музыку Геи Кончелли называли многие. Слушателям она казалась то странной, то грустной, а еще загадочной и похожей на сон. Для нее даже придумали термин – феллинивская. Мне кажется, это точно. Потому что музыка у Феллини, она всегда не только сопровождает, она не антураж, а это действующее лицо. Только потрогать нельзя. Вот, и в данном случае Геи, вот, понимаете, у него было очень нежное сердце. Нам очень часто не хватает нежности от наших визави, от друзей, товарищей, родственников. И вот этой музыкой он все время объяснялся нам в любви, Гея. А это тонкая наука. Его считают таким грустным композитором. Я согласна, да. Действительно, в них есть что-то волшебное такое. Вот такое преломление, музыкальное преломление счастливой грусти, может быть, так я бы сказала. И это какое-то замедленное время. Вот ты слушаешь некоторые его саундтреки, и ощущение, что ты вот паришь вот это вот в пространстве и в воздухе. С одной стороны, он был, ну, я бы сказал, такой композитор-драматург. Он не только как бы подстраивался под историю, но он усиливал своей музыкой и историей. Потому что он сам был симфонист. Симфония – это не чистая музыка, это про что-то. И мы должны эту драматургию слышать. И вот вторая составляющая, вообще удивительно редкий дар, которым владел Кончелли, – это ироничность. Вот далеко не все композиторы могут посредством музыки передать интонацию, передать юмор. Вот Кончелли действительно это удавалось. Как говорил Данелий, знаешь, ты никогда не заснешь на концертсе Кончелли. Если ты только заснешь дремать, он сделает так – бам-бам-бам, будет гром. У него обязательно какой-нибудь гром раздавался всегда. Его музыка отражает наш сложный мир, в его такой дисгармонии. И поэтому у него такие бывают синкопы, перепады. Когда он просил дирижера руки не опускать, там пауза определенная, которая несет огромную смысловую нагрузку, просил не опускать. Ну, это понятно для чего, чтобы не раздались аплодисменты. Через четыре года после «Кавказской повести» Гея Кончелли опять встретился на съемочной площадке со своим другом Георгием Данелий. Снимался фильм «Слезы капали». Как считал сам композитор, это была самая удачная его работа в кино. «Слезы капали» – пожалуй, самая грустная из картин Данелли. Ее совсем нельзя назвать комедией. Это, по сути дела, такая грустная сказка по мотивам Андерсоновской сказки, написанной Александром Володиным, где-то, пожалуй, фильм даже более драматичный, чем «Осенний марафон» того же Данелли. И картина стала результатом в том числе личного кризиса, который переживал Данелли в связи с семейными обстоятельствами и в связи, на самом деле, с переходом в какой-то новый, может быть, возраст. Здесь очень сказался в этом фильме пресловутый так называемый кризис среднего возраста. Там очень интересный, на самом деле, такой на грани вообще музыкального авангарда саундтрек. Там очень интересно используется речитатив, там, на самом деле, неожиданно очень тревожная и одновременно пронзительная музыка появляется. Вообще, если говорить про Гию Кончелли, в чем его... Ну, не то чтобы мастерство, а какая-то уникальность, особенность в сравнении с большинством кинокомпозиторов. Удивительная, может быть, черта Кончелли, как композитор, был мастером умолчания или тишины. Вот он мог использовать это как прием, и иногда вот в его композициях слышна какая-то недосказанность, какой-то минимализм, и он воздействует, на самом деле, еще сильнее, чем, ну, вот, какая-то сложная музыкальная структура. Друг, не помешаю? Друг, не помешаю? Выгнула. Сейчас будет звать, уговаривать. Вернись, Федя. А я нет. Принципиально. Нет у меня дома, нет родного угла. Вот так, друг. Работа над музыкой к этому фильму опять протекала нервно. Кончелли жаловался, что Данелий совсем его замучил. Помимо требования «поискать еще», появилось новое «не писать сложно». Вот примитивно все, примитивнее, примитивнее. Ну, а что примитивнее? Уже дело дошло до двух музыкантов. То есть там был пианист, да, с синтезатором. Скрипача пригласили. И вот все, надо примитивнее уже Данелия просто. Ну, куда, он ему говорит, Ги, куда еще примитивнее? Тут и так четыре ноты остались. Он говорит, оставь две. Вот это всегда было важно для Данелии режиссера, как ни странно. Он с этим мучил операторов. Он с этим мучил композиторов. Что вот если он видел какую-то броскую красоту, он тут же просил от нее избавляться. Такое очень аскетичное всегда было и музыкальное решение, не изобразительное решение. Но за счет этого создавалась какая-то достоверность, да, и какая-то легкость, может быть, вот звучания этих фильмов. Смотрите далее. Через какие испытания пришлось пройти Ги и Кончелли во время съемок фильма «Кинзадзар»? Чем поразила музыка этого композитора Татьяну Леознову? И как Гия Александрович нашел общий язык с «Железной леди» советского кино во время работы над картиной «Конец света» с последующим симпозиумом? С фильмом «Слезы капали» связано несколько памятных историй. Так, однажды во время съемок Георгий Данелли попал в больницу. Его навещали вахтанг Кикабидзе и Гии Кончелли, который как раз работал над музыкальным оформлением картины. Как-то он принес в больничную палату магнитофон с записью некоторых фрагментов. Фильм был в съемках, пришел Кончелли, включил, ему там было такое симфоническое звучание, а фильм-то очень камерный оказался, там это было не нужно. И, в общем, когда Данелли это все выслушал, он сказал, почти умирающий голос, он сказал, музыка хорошая, надо поискать еще. После чего Кончелли захлопнул магнитофон и сказал, ты никогда не умрешь. И ушел, так сказать, из больничной палаты. У них, так сказать, серьезная ругань была основа по телефону. Они звонили друг другу, когда ему Кончелли, говорил, сколько можно говорить, там, тиририм-пам-пам, ту-тум-пам-пам. Ты можешь это пропеть? Когда ты, наконец, выучишь ноты? Их всего семь. На записи Георгий Данелли опять требовал от композитора каких-то переделок. Музыканты терпеливо слушали их горячие творческие споры. В какой-то момент Гия Александрович не выдержал и обратился к оркестру с речью. Дорогие друзья, дорогой Сергей Иванович, мне очень неудобно уже в пятый раз вас просить. Ну, пожалуйста, попробуйте вот эту ноту. Давайте поменяем на си бемоль, потому что вот режиссер от нас требовал. Он долго извинялся, а потом мы опять переделали. И этих переделок могло быть десятки. Ну, это называется сладкая мука вообще-то, потому что ты все равно понимаешь, что он прав. Ты все равно понимаешь, что он делает не то, что вот у него левая нога захотела, а то, что он хочет понять, почему он не удовлетворен, что его не устраивает. Ему где-то жмет, он не может объяснить. Объяснить композитору Кончелли смысл музыки к фильму «Киндзадзад» для Георгия Данелли оказалось еще сложнее. Трагикомедия, снятая в жанре фантастической антиутопии, требовала соответствующих мелодий. Действие фильма происходит на абсолютно голой планете, где даже лексика, речь героев очень простая. Они говорят «ку», они обращаются друг к другу путем каких-то там междометий. Вот такую же музыку он требовал от Гея Кончелли. Кончелли, естественно, должен был максимально упростить мелодию, что шло поверх его композиторского какого-то рономе, представления о своей профессии. Если мы возьмем фильм «Киндзадза», хотя говорят, что там некоторые критики, какая странная музыка, ну, во-первых, музыка, она в соответствии с сюжетом. А сюжет тоже достаточно глубокий такой. Там же показан процесс деградации культуры, где люди забыли все, они только могут изъясняться «ку» и «кю». Музыка должна быть такая же примитивная. Георгий Данелий настаивал, чтобы в музыке для этого фильма появился особенный ржавый звук. Сначала его попробовали сыграть на контрабасе. Потом режиссер принес старую трость и сам дул в нее. Но результат его не устроил. Кончилось тем, что принес Данелий амбарный замок, чтобы наложить его. Там была такая, как он называл ее, клацалка, такой инструмент у них был. И позвали музыканта, ударника, чтобы он сыграл под эту клацалку, замком. Гея Кончелли в этот момент спешно покинул студию звукозаписи. Композиторский слух и нервы не выдерживали такого издевательства. Гея Кончелли уже просто покинул. Ему разрешили уйти из павильона, чтобы просто не калечить его музыкальный слух. Вдруг принесли еще стекло, по которому можно было царапать бритвой. И тут уже не хватило просто рук для того, чтобы всю эту какафонию исполнить. И уже на исполнение этой партии бритвы по стеклу пришел сам Гея Кончелли. Все это, конечно, было невероятным испытанием для композиторских ушей, для серьезной музыки. Но, с другой стороны, ведь в этом и характер всегда киномузыки. В том, что она носит некий подчинительный характер, некий зависимый характер от того общего настроя, от того произведения, которое создается. И очень часто серьезных композиторов это и останавливает в работе над кино, потому что они как бы лишаются своего авторства. А на самом деле они не авторства лишаются, а ставятся в какие-то совершенно фантастические, даже бредовые условия, где все равно они сохраняют свое композиторское звучание, свое композиторское имя. Но через эти испытания пришлось пройти Гея Кончелли. Понятно, что в фильме «Кинзадза» там вообще большое звуковое и шумовое в том числе оформление, много скрежет, скрипов, ну разных самых звуков. Но на самом деле там же есть и основная музыкальная тема, тоже такая очень узнаваемая, сделанная немножко как бы с элементами современной на тот момент музыки, киберпанка, электронной музыки, но абсолютно при этом четкая, главная тема фильма. Слушая мелодию «Кинзадза», вот какую-то немножко странную, с одной стороны космическую, а с другой стороны и вот это была сильная сторона Гея Кончелли, то, что его отличала, очень ироническая музыка, немножко абсурдистская музыка, то есть обрамляющая как бы всю эту абсурдную ситуацию. Тоже понятно, что несмотря на то, что эта история не грузинская, никакого акцента как бы кавказского, в отличие от «Ни горю» или «Мимино» у нее нет, но для «Кинзадзы», конечно, должен был писать именно Кончелли. Вот здесь этот выбор абсолютно всегда у Данелли был точен. Покинув родину, Гей Александрович Кончелли долгие годы жил в разных странах, при этом оставаясь самым знаменитым грузинским композитором в мире, очень уважаемым и авторитетным. На его концерты попасть можно было только с большим трудом. Это важно, и это достаточно редко, что композитор с постсоветского пространства, причем Кончелли ведь уехал уже, ну, не то чтобы в солидном возрасте, но уже абсолютно состоявшимся, зрелым человеком. Уехал он в Европу, и он не потерялся там ни в коем случае. Он был востребован, он был популярен, его композиции исполнялись, устраивались концерты в лучших концертных залах Европы, и ведущие, опять же, солисты или дирижеры специально заказывали ему какие-то композиции, в том числе Мстислав Ростропович, Гедеон Кремер и многие-многие другие. Конечно, композитор регулярно прилетал в Москву и Тбилиси. Преданные поклонники спешили в консерваторию навстречу с загадочной музыкой Кончелли. Когда приезжал в Москву, мы всегда были в консерватории, хотя туда попасть было невозможно. В консерватории ему давали там три или пять билетов, всего лишь он мог пригласить людей. Остальные он покупал и вручал. Это грузинская такая традиция. Он покупал ряд и вручал своим друзьям, для того, чтобы они приходили на концерт и слышали его. Очень был у слушателя популярен. Его концерты пользовались очень большим вниманием зрителя, слушателя. И вот та же Лиознова, которая, между прочим, одну картину с ним сделала, она же с ним познакомилась ни в компании, ни на фестивале, ни где-то. Она пришла, услышала его музыку в московской консерватории и, не зная его, обратилась к нему. Режиссер Татьяна Лиознова готовилась снимать фильм «Конец света» с последующим симпозиумом. Как оказалось потом, это была ее последняя работа в кино. К выбору композитора Лиознова всегда относилась с большим вниманием. Музыка Гии Кончелли, которую режиссер услышала в московской консерватории, ее буквально поразила. То есть для нее там было все. Оператор, художник, артисты могли повторяться, композитор, никогда. Композитор означал новый нерв фильма, новое прочтение чего-то, в том числе и, так сказать, вот ее собственного режиссерского такого ренамы. На главную роль в этом фильме Татьяна Лиознова выбрала своего ученика, актера Вадима Андреева. Картина оказалась неудачной. Это стало понятно уже на премьере. Режиссер считала, что не угадала с жанром произведения и выбрала не тех артистов. В каком-то интервью она сказала, что главная ошибка моя при создании этого фильма выбор главного героя. Я тогда очень обиделся на нее. А потом я понял, да, она права была. Я не готов был к этой роли. Фильм очень спорный и с художественной точки зрения, и, может быть, с политической точки зрения. Но вот, пожалуй, единственное, что там никаких споров не вызывает, это музыка кончеля. Железная ряда советского кино была очень сурова по отношению к композиторам. По мосфильму ходили легенды, как Татьяна Лиознова критиковала музыку Микаэла Тривердеева к кинокартине «17. Мгновений весны» и как была строга к Максиму Дунаевскому, когда он создавал композиции для карнавала. Я был свидетелем, как она мучила Максима Исаакыча Дунаевского на карнавале. Я же в карнавале, когда снимался, он в павильонах студии Горького, Вадим Артурыч играл, приезжал Максим Дунаевский и привозил очередные варианты того, что потом стало супершлягерами, там «позвони мне, позвони» и прочее. И как она заставляла его переписывать, и говорила, «Максим, это не то, это не то». И он ездил, привозил бесчисленное количество вариантов того, что стало шлягерами. К кончели там не было никаких вообще ни замечаний, ни поправок, только обсуждение, как куда, в каких моментах она хочет использовать, в каком объеме и так далее. Для картины Татьяны Риозновой «Конец света» с последующим симпозиумом, Гей Кончели предложил пронзительное произведение для детского хора. Оно задавало настроение всему фильму. Не только оригинальная была музыка, а там шла тема его великое произведение – это хор мальчиков, который посвящен памяти детям, погибшим во Вторую мировую войну. Это гениальная музыка, гениальная она идет в этом фильме. После фильма «Конец света» с последующим симпозиумом Гей Кончели написал музыку еще к 30 картинам и в 2017 году закончил работать в кино. Через два года маэстро не стало, но его произведения помнят. И веселую Читу Гвриту из Мимино, и мелодия в духе грузинского фольклора из Нигарюи, и сложный авангард из фильма «Кинза-дза». Имя Геи Кончели вошло в историю нашего кино и осталось там навсегда. В этой музыке есть сочувствие, то, что называется маленькому человеку. Это сочувствие в бесправии человека. Сочувствие, пожалуй, что человек часто становится жертвой несправедливости в жизни. И это мне чрезвычайно импонирует. Сочувствие, пожалуй,